Бах и все, конец фильма и прощай любимая франшиза. Ну что за мелкий народец эти злодеи из грома? Во-первых, это тяжело и одному не под силу, как Кобзон в песне. Привет, друзья! Российское кино взяло и поженилось. Или вышло замуж? Сложно сказать мне, сложно гендерно идентифицировать кинематографией. Поженился но с американским кино. У счастливых родителей родился прекрасный малыш. Не без недостатков, конечно, все же оба родителя несовершенны. И назвали ребенка майор Гром. А говорят, нельзя скрестить ежа с ужом. Можно, конечно, можно. Меня зовут Андрей Цветков, я посмотрел и немножечко исследовал этого малыша. Дело происходит в выдуманной вселенной, в которой американский полицейский участок существует в крупном российском городе Санкт-Петербурге. Пикантности этому обстоятельству добавляет то, что Санкт-Петербург в России считается культурной столицей. И то, что именно этот город культурно перепрошили, говорит о том, что гены американского родителя берут верх. Это заметно и из сюжетных ходов. Я не очень насмотренный субъект, но и мне видны черты родителя номер один или родителя номер два. Один Господь их разберет. Друзья, будущее полиции встречается с прошлым. Беготня за минами, крепкий решек три, дроны, убивающие людей, идентифицируя их по соцсетям, черное зеркало, летающее безумие со встроенным неоновым позвоночником, железный человек. И наверняка еще много чего. Все, что показывают в фильме, вы так или иначе уже видели. Но это не проблема. Дети часто похожи на своих родителей. Гены, что поделать? Чебок этот на меня не очень похож. Я хотел для начала рассказать сюжет, но понял, что сам немного в нем теряюсь. Да что я, авторы фильма в нем теряются? Кто, когда, как и почему выжил или погиб? Кто, когда, кого спас или хотел убить? Все это немного туманно, но очень интересно. Поэтому сюжет рассказывать не буду. Сделаю вид, что не хочу спойлеры. Ситуация под контролем. Есть некоторые вещи, которые меня слегка покоробили. Майор гром напоминает душевно больного. Я не психиатр, и не знаю градации идиотизма, который очень любит бегать. Например, звонит майору психтеррорист и говорит «Уволься». Майор отвечает, мол, не уволюсь, ты психтеррорист. Как я уволюсь? Это мой город. Тогда террорист приказывает бежать куда-то, творить какую-то дичь. И тут майор готов подчиниться и радостно скачет, куда ему сказал какой-то хер из телефона. Ну ладно, возможно ты герой, спаситель мира, и надо мчаться, скорее всего, потому что ослушаться хера из телефона это невозможно. Но позвонить коллегам, предупредить, это же нормально. Так сделал бы любой человек, кроме майора грома. Потому что перебежав на место, можно просто ничего не сделать. Открываешь ящик, а там бомба, бах, и все, конец фильма. И прощай, любимая франшиза. Да хоть бы из коммерческих соображений нужно быть немножко осторожнее. А бандиты. Ну разве это бандиты? Один бандит, который с позвоночником, звонит другому, которого никак нельзя победить, и сообщает ему, что собирается его убить. Ну и ежу понятно, что не убьет. И зачем звонил? Не читал Шварца. Нравишься ты мне, поэтому я убью тебя последним. Другого Шварца. Настоящая война начинается вдруг. А их драматические диалоги в ответственный момент. Найдется когда-нибудь какой-нибудь сценарист, который сможет удержаться от пафосного диалога в самый ответственный момент. Дискуссия у нас тут. Ну и любимый прием раннего бандерчука, сейчас Федор Сергеевич уже не такой. Пожертвовать логикой ради красивого кадра. Ну привязал ты толстяка начальника к стулу, ну обвязал его динамитом, ну зачем его переть на какую-то гору хлама? Во-первых, это тяжело и одному не под силу. Во-вторых, на какой черт террорист корячится, чтобы восхитить оператора? Не лезьте в это дело. Ну и цели. Ну что за мелкий народец эти злодеи из грома? Ну зачем вся эта возня? Чтобы что? Захватить власть в Петербурге? Серьезно? И дальше что? Налоги собирать? Или объявить войну федеральному центру? Какая цель-то? Инищай панды. Американские кинозлодеи часто пытаются подчинить себе весь мир. Наши злодеи скромнее хотят поработить Санкт-Петербург. По сеньке шапка. Резюмирую. Сергей Трофим живет мгновением, как Кобзон в песне. У каждого мгновения свой резон. И не важно, что было до этой секунды, которую он показывает в кадре и плевать, что будет после. Главное, что происходит здесь и сейчас. Это здесь и сейчас должно быть блистательно, эффектно. Ну а что оно при этом блистательно бестолково, режиссера не особо заботит. Надо бороться с ним его же методами. Тихон Жизневский, прекрасный актер, Любовь Аксенова. За всем все. Прощаюсь, жду ваших донатов, чтобы ходить в кино и заливать свою желчную святых работников киноискусств. Донатить можно всеми способами, указанными в описании к этому видео. Кроме того, подписывайтесь на телеграм, ссылка тоже в описании. Все что ли поняла-то? Пока.